Всем здравствуйте! В эфире интервью дня. Меня зовут Антон Скаль. Начну с цитирования Дмитрия Анатольевича Медведева. Хотите денег – идите в бизнес, но и в этой сфере для того, чтобы иметь маржу, нужно быть профессионалом и постоянно совершенствоваться. У алтайских бизнесменов есть уникальная возможность. У нас в гостях делегация из Соединенных Штатов Америки во главе с собственником и генеральным директором Гарретт Групп штат Нью-Мексико Соединенные Штаты Америки Артур Милтон Гарретт. Здравствуйте! Рады приветствовать! А также гость студии Виталий Лаженцев, руководитель интернет-агентства Альянс Плюс и по совместительству переводчик. Рады приветствовать на Алтай. Проделали огромнейший путь из одного полушария в другое. Что привело на Алтай? Расскажите. Расскажите. Какая задача вашего путь в Алтай? Ну, цель нашего путь из 45 человек, который состоит из 5 других стран. И наш цель будет встречать нашим соперники другим странам. И это, чтобы узнать, слушаться, слушаться, и узнать какие-то уроки, как именно русские люди к американскому. У нас есть Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 я помогаю компаниям улучшить их конкурентоспособность и прибыль поднять. Я работаю по системе менеджмента качества. Я помогаю зарабатывать больше денег, и я обучаю системе менеджмента и контроля качества. Эффективности. Мы говорим сейчас, для русских компаний это только внутренний рынок или международный. У него клиенты в семи странах есть. Чина, Китай, Австралия, Германия, Мексика. Последние 16 лет больше в России. Если говорить про алтайских предпринимателей, насколько я понимаю, здесь, в нашем регионе, вы акцентированы на средний и малый бизнес, уже сколько встреч позади, сколько встреч впереди, и о чем именно с нашими предпринимателями касательно нашего рынка разговариваются. Мы говорим о бизнесе в Алтайской регионе. В основном, мы встречаемся с медиумом и маленьким бизнесом. Что ты говоришь с нами? Медиумом и маленьким бизнесом. Да, небольшой и средний бизнес. Да, почти все время. Да, да, да. Что ты говоришь с бизнесменами здесь? Какие темы? Мы разговариваем на тему улучшения отношений с клиентами, развития отношений. Поиск и удержание клиентов. Клиентам не хотят быть неудобными. Это первое, это второе время, если они приходят. Сделать нужно так, чтобы клиент не только первый раз пришел, но и потом приходил к вам в бизнес. И такая шутка, что вы либо работаете на клиента, либо вы работаете на кого-то, кто работает на клиента. Философически, управление работает для работников, а работники работают для клиента. Обычно система управления работает для сотрудников компании, а сотрудники уже работают для клиента. Ну, если философски посмотреть. 42 дня. Весь цикл их лекций длится. И все 42 дня будут здесь, в Барнауле, или нет? Какие-то еще города есть в программе? И сейчас у вас есть какие-то страны в программе? Сейчас? Не сейчас, нет. Потому что я живу в Канаде, в Брусселе, в Японии. Не сейчас здесь 42 дня, я планирую в другие страны. Отлично. Что касается, вы сказали про именно компоненты, взаимодействие с клиентами, общение, выстроение. У нас на каком уровне, если говорить? Для разных компонентов, как мы работаем с клиентами в России, что вы можете сказать о уровне? Это высокий уровень или нет? О, это высокий уровень. Вы действительно хорошо работаете. Вы действительно хорошо работаете. Я вам даже и не нужен это практически. Я немножко больше просто могу дать знаний, но вы действительно хорошо работаете. Вопрос такой. Вот встретились уже сколько дней в Барнауле именно по направлениям бизнеса? Потому что все говорят, что Алтайский край – это лакомый кусочек в плане построения бизнеса. Что касается туризма, потому что если доехать немножко в сторону Барнаула, в сторону Белокуриха, Горный Алтай, то это совершенно другие картины, другие пейзажи, что привлекает туристов не только из центральной части России, но и из разных уголков нашей планеты. Не очень много, я три дня всего здесь. За три дня уже? Какие типы компании? Я встретил, что у вас есть Apple. Гроссерий. 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 Моркет. А, ну разные супермаркеты. Почта. Аэропорт Самолут. Аэропорт. Сун-поезд. Трейн. 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 Железнодорожный вокзал посмотрел. Вот по тому маршруту, по которому мы были. Нет, на самом деле очень много всего. Скажите, сколько еще Милтон пробудет у нас? Я, может, расскажу коротко, что мы посетили разные производства. Посетили музеи, несколько музеев. Музей Мир Времени, например. Посетили горную аптеку и рестораны. Посмотрели производство биологически активных добавок. И еще посетили несколько медицинских центров. Ну, кто, что успели, кто особо пригласил. Ну, и немножко о перспективах. Вот три дня позади, три дня пробыли на Алтае. Что впереди? Какие планы? Как долго еще господин Милтон пробудет у нас в гостях на Алтае? Мы планируем, завтра он улетает уже, к сожалению, в обед. Мы планируем, может быть, посетить еще несколько предприятий, посетить несколько ресторанов. Сегодня вечером планируем встречу с сообществом молодых предпринимателей. Мы пожелаем вам успехов, надеемся, что Алтай поразит, впечатлит и о нашем регионе узнают далеко за пределами, точнее по ту сторону океана. Спасибо большое и вам. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь24. Оставайтесь с нами.